всем большой привет и сегодня я поделюсь с вами своими новыми мыслями у вас бывало такое когда на одно действие мы реагируем например наоборот хочется быстрее попробовать типа дай 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 мне там да я попробую да я попробую вспомнить себя если в детстве когда допустим какая-нибудь замысловатая игрушка там или замысловатая крышка ее надо открыть и обычно все как большинство на разные реакции да ну здесь такая реакция типа дай 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 я попробую это один вариант и другой вариант когда наоборот мы откладываем читаем тысяча книжек я еще не готов мне еще рано я не смогу мне не получится он так далее то есть наоборот идет отложить на потом то есть в одном случае мы скажем так бездумно делаем вы не подготовившись и во втором варианте наоборот мы бесконечно готовимся и откладываем на потом не действуем это две крайности в принципе одной медали на самом деле то есть такого поведения в принципе это и другое да то есть базируется да на каком-то таком автоматическом режиме да то есть вернемся к психологии да что я ее изучаем это очень нравится помог разобраться да вот все их или таких действиях то есть я до сих пор до какие-то действия реагирую именно делая не думая да то есть быстрее 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 сделать сделать главное попробовать попробовать на другие действия наоборот я откладываю на потом и до бесконечности я откопала причину в крайней мере для себя и конечно же там где мы быстро быстро хотим попробовать срабатывает инстинкт интерес да то есть нам интересно нам азарт это радость там мы пытаемся что-то новое да то есть такая вот момент игры момент игры у нас присутствует там где мы скажем так откладываем до бесконечности на потом это скорее срабатывает безопасность да и скорее не веря в свои силы я не смогу страх страх и вот держится все это на каком-то таком защитить самого себя уйти от проблем уйти от чего-либо то не было но и так далее в принципе триггерами двух этих действий являются по сути два разных инстинкта ну и по большому счету то есть какой больше развит какой более активный какой с детства не с детства со взросления больше скажем так использовался до больше применялся такое будет больше активней такой автоматически будет срабатывать то есть опять же повторю на одно и то же действие да у нас два но популярных варианта реакции крайних крайних варианта реакции это либо интерес то есть мы хотим быстро попробовать либо наоборот убежать избегать то есть наоборот уйти ничего не делать на вообще уйти да даже бывает и я для себя отловила что раньше на стоках я действовала и вот из интереса да мне было наоборот интересно быстро 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 попробовать максимально быстро да и я действовала из этого из этой мотивации от я оттуда брала свою мотивацию оттуда кстати и мотивация берется но это связано все и последнее время я наоборот беру из уйти до уйти не связываться за кого-то страха да и поэтому допустим не делаю на больше не делаю чем делаю также для меня было интересно почему получилось такое переключение да почему с одного и переключилась вдруг внизу как внезапно но переключилась да по факту переключилась с одного на другое и я для себя откопала несколько причин первое что в принципе работа стала сложнее не работа графика вообще в принципе работа да то есть уже скажем так все простые шаги пройдены и остались только нам достаточно сложный да то есть обучаться профессионально то есть профессионализироваться обучаться то есть в принципе графики дизайну художеству да то есть в принципе обучение стало сложнее объективно все что я я продолжаю учиться да я не просто вам видео записываю я сама продолжаю бесконечно смотреть всякие курсы мне там даже были всякие там мысли пойти в онлайн-школу какого-нибудь художника до чтобы именно почувствовать цвет почувствовать форму да ну чтоб меня цвета научили да то что круг руку мою поставили грубо говоря не самостоятельно а действительно найти себе учителя до сих пор такие мысли есть но пока я курсами обхожусь покупаю курсы досмотрю и повторяю да причем у меня такие курсы там от теории да то есть просто вообще такая глухая теория из серии там как зарождалось искусство там леонардо да винчи и пикассо и малевич там то есть прошлые века художники прошлых веков до реального реальной жизни да то есть я от практики до теории и объективно мое обучение стало конечно же сложнее чем она была допустим три года назад три года назад у меня обходилось все видео на youtube 15 минут повторить по образу и подобию у меня было примерно такое обучение чем дальше чем дальше в лес тем страшнее волки первый факт у меня стало сложнее обучение поэтому у меня в принципе мое внутреннее я сказала не 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 мне это не надо это слишком тяжело я так не хочу мы так не договаривались второй момент конечно же вытекающий что в принципе мои работы стали сложнее то есть то что я рисую сейчас она как-то сложнее я уже над большим парюсь над большим пытаюсь как-то заморачиваться то есть раньше я нормально и так сойдет это конечно плохо но на самом деле я понимаю что это было вообще необходимо да если бы я тогда включила свой перфекционизм я бы даже до сегодняшних этапов своих не дошла вот поэтому это было сильно очень это был правильный выбор а на тот момент это был правильный выбор рисовать именно как как получается да то есть не получается у тебя там идеальный меж но и ладно и получается у тебя идеально прямых линий ну кривых смысле реальных кривых ну и ладно в следующий раз получится вот то сейчас наступил именно тот следующий раз когда уже нет да меня от самой это очень дико не устраивает что линии кривые что меж кривой что я не могу нарисовать так как хочу и это тоже стала то есть перфекционизм до перфекционизм в моем случае послужил такой тягой которая тянула меня назад да то есть она не служила мне интересом или азартом или игрой до изучить 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 нет она для меня стала камнем камнем на шее который просто сказал мне не получается идеально вообще ничего не делай вообще ничего не делай вот все сиди и расслабься но моё внутреннее яда которая вот не совсем осознанное такое животное начало в человеке вот это был второй камень который прям приколотил меня к стулу и не вставать с места да просто вот прибил таким вот и собственно последнюю крышку последний гвоздь в крышку моего гроба ну такого бездействия да именно бездействия по моему мнению стала какая-то то ли зависть то ли обида на то что на мир да на то что там другие то идут вперед другие добились уже хороших результатов а я сижу и извиняюсь боясь отодрать там не знаю там пятую точку от стула до чтобы просто пойти и сделать то есть вот этим вот последним механизмом для меня стало окружение да причем мне такой парадокс случился что я вот мне казалось все лучше меня рисуют все лучше меня что-то делают все лучше меня там я не знаю быстрее развиваются и так далее да то есть у всех получается лучше а я вот неудачно на мне свет клином сошелся вот у меня вот видишь вот не получается ну и нервни не парься уже то есть у меня проб меня пропала вера в себя на какие-то своих прошлых видео я говорила что это настолько жизненно необходимо вера в себя что если ее нету то вообще нет смысла начинать любое дело вот общем у меня она действительно пропала у меня пропала вера в себя и мне казалось что ну все да вот это мой потолок вот это мой как бы все и постепить потихоньку-потихоньку я ну то есть как-то потеряла даже даже то что было до потеряла тот азарт который был тот интерес который был то желание развиваться маленькая но было да тоже она куда-то ушло ощутился такой большой знаете большой 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 перфекционизм идеализм и и на базе всего этого скажем так мне не помогло мне не помог мой перфекционизм который я потихонечку начала знаете себя выпускать дабы добиться лучших результатов нет он меня просто утопил он меня просто утопил вот поэтому видео такое знаете ну и середа моих умозаключений моих мыслей но просто да то есть я все свои такие видео заканчиваю если хоть одному человеку я помогу то уже считаю не зря то есть не все я точно знаю не все на моем канале профессионалы с художественным образованием с бешеной самооценкой с бешеной уверенностью в себя и так далее да то есть я уверена что хоть один найдется с такой же знаете вялой немножко уверенностью получается верю в себя не получается уже не верю вот поэтому именно для таких подписчиков да я вот записываю в стигнале как душу открываешь у кого это срезонирует типа да вот у меня это есть у меня это есть я объективно это поняла и сейчас просто я пытаюсь это раскапывать и но не анализировать а мозгом понять да вот в психотерапии в психологии есть такой момент если вы мозгом поймете что происходит той будет шанс это изменить вот то есть через понимание то есть я в принципе понимаю что да наверное это примерно так то сработал мой перфекционизм мне в минус увы но реально в минус страх что в принципе все стало сложнее до сама система как-то стану обучение да опять же мое обучение стало сложнее пропала вера в себя что я вообще так смогу вот и я перечеркнула все свои прошлые удачи до все свои прошлые везения да то есть ну и сильно сочла это да это мне просто повезло да вот это к видео про обесценивание да следом за перфекционизмом проснулась обесценивание что 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 у тебя это все ерунда вот там вот за горизонтом это великие люди да а вот то что там ты вот делаешь да это какая-то ерунда общем это неправильно какие выводы я сделала первый что я пошлю свои перфекционизм еще немного подремать в глубине своей души а потому что он мне не помогает до сих пор он до сих пор меня просто тащит на дно вот поэтому я буду продолжать делать так как получается так как я могу так как я хочу и так как у меня действительно получается это первый момент второй момент это было с обучением да вот вера насколько важна вера поверить в то что ё-моё не боги горшки обжигают да ну не боги но это обычные люди которые просто учились долго развивались старались стремились к чему-то да возможно у них изначально получалось что-то лучше но и ё-моё да у всех у нас там разные какие-то стартовые возможности в общем спокойно глушить не глушить а не дать вот это вот разрастись вот этой вот штуки которая ты не сможешь ты не сможешь у нас так не получится у нас так не получится вот это вот история не дать ей хотя бы разрастись то подавлять не надо это поняла себе вообще ничего вообще ничего не надо подавлять да будете подавлять она разрастется еще больше вот поэтому не подавлять а именно общаться разговаривать почему ты не веришь в себя с чего ты взяла что это невозможно ну и так далее все попробовать Как правило, это всё очень пилами по воде. То есть внутренний голос, он неадекватен, нужно так сказать. То есть когда садишься пробовать, как правило, всё получается с третьего, с пятого раза. Или просто какой-то результат есть. То есть это надо, скажем так, убеждать самого себя, что у нас всё получается. Попробовать что-то другое, попробовать третье, пятое. То есть не давить его внутри, а именно работать с ним. Вот это тоже такой момент важный для меня, который я подчеркнула. То, что вера, она очень зависит от нас, от нашего мышления, от того, насколько мы вообще об этом заботимся. То есть это надо именно заботиться о своей вере, о том вообще, во что я верю. Я верю в то, что у меня всё получится? Или я верю, что нет смысла даже начинать, вот даже начать. Я точно знаю, у меня не получится. То есть вот эта вот история. Кстати, сюда же относятся все-все-все письма, которые мне пишут из серии. Там уже миллион стокеров. Вот если я сейчас начну, это же такая дикая конкуренция. Вот я же не смогу. А имеет ли смысл начинать из серии? Ну, как бы они вот уже там, а я только пришёл. Ну, вот это вот, да. Это вера в себя, да. Это просто вера в себя. Это из серии стоять в уголочке и молчать. Либо прийти всех, я не знаю, локтями растолкать и сказать, самый последний пришёл, зато через год буду вообще самый первый стоять. Да, вот как где-то я это слышала, не помню уже где, когда пришёл самый последний и сел в первый ряд. Это метафора, да. То есть, кто сказал, что так не будет? Может быть, так оно и будет. Ну, то есть, это вера в себя, да. Я не говорю про наглость, про нахрапистость, про неадекват полнейший. Я про это не говорю. Я хочу, чтобы вы меня воспринимали адекватно, да. То есть, я за экологически чистые, гуманные и здоровые, да, отношения. То есть, и к самому себе, и к окружающим. То есть, я за здоровую конкуренцию, я за здоровое развитие. Вот, в первую очередь, да, это база вообще, на которой стоят все мои видео. На ютубе все, все во все. Вот, то есть, это такой момент. То есть, это то, что я для себя почерпнула, да. Как всегда, я, ну, я раньше-то тоже говорила, да. Вот, если перфекционизм вам не помогает, вот не помогает, мне не помог, да, не помог, то лучше его, наверное, пока не выпускать наружу, да. По чуть-чуть выпускать. Не так, что сразу, хоп, он вышел и там сделал только хуже. Вот. И второй момент, что вера в себя, она зависит от того, насколько вы об этом заботитесь, насколько вы самого себя холите или леете, возможно, в некоторых моментах, любите. И так вот, да, даёте себе постепенно, да, постепенно, скажем так, убедиться, убедиться в том, что я смогу, да. Я смогу, я сделаю, у меня всё получится. Ну, типа, не бойся, я с тобой, ну и так далее, да. То есть, не буду я тебя там в кипящее масло бросать, мы по чуть-чуть, маленькими шажочками, да, там, дойдём к своей цели. Вот. И тогда, кстати, вера в себя, ну, как бы она не то, что просыпается, просто этот внутренний ребёнок, внутренний страх, он перестаёт, скажем так, так сильно кричать, плакать и бояться, да. Да, как-то всё-таки какой-то адекват появляется, да, и постепенно просыпается интерес, вот. То есть, чем больше веры в себя, тем больше интереса. Это вообще такая вот, ну, цепь, да, можно вот так вот протянуть её, оно закономерно связано. Чем больше веры в себя, тем больше срабатывает именно инстинкт интереса, именно инстинкт азарта, игры, вот что-то такое, да. А игра, азарт – это всегда действие, да, то есть, вот, если страх – это бездействие очень часто, ну, допустим, в работе, то интерес, азарт – это действие. Вот, нас интересует действие, да, вот меня лично интересует действие, да, то есть, как вот мне саму себя так настроить, чтобы не ломать себя об колено из серии, там, иди работай, иди, ах ты там, ну, да, ты что-то такое, когда, возьми себя в руки, тряпка, ну, нет, я по такому пути не хожу, не иду и не хочу, вот, то есть, я хочу вернуться к трезвому, адекватному состоянию просто интереса, да, то есть, работать ради интереса, заниматься стоками ради интереса, да, не бояться. Вот такое было моё сегодня видео, надеюсь, видео было полезным и интересным. Пишите обязательно в комментариях, как у вас обстоят дела с верой, опять же, не в религиозном смысле, да, где-то я там уже говорила, что вот вера, слово вообще такое очень религиозное, нет, не в религиозном смысле, ну, давайте воспринимать в смысле психологии, да, вот мне это больше нравится, вот вера, да, в себя в плане просто вот такого вот психоанализа. Вот, ну и всё, на этом всё, всем спасибо за просмотр и всем пока!